Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора Собор был созван в 787 году В предместе Константинополя, городе Никеи Собор очень важен, потому что он практически полагает конец Большому периоду времени в истории христианской церкви Так называемой эпохе Вселенских Соборов Она окончилась главным образом по той причине, что В IX столетии резко ослабли связи между церковью на западе, Рима-католической, и церквами на востоке, православными церквами В XI веке между ними произойдет трагический разрыв, раскол Таким образом, на VII Вселенском Соборе В последний раз тогда еще неразделенная церковь выступила единым фронтом против лжеучения, вторгшегося в церковную среду Это было лжеучение иконоборцев Главными действующими лицами Вселенского Собора были святейший патриарх Константинопольской Тарасий и императрица Ирина Причем Тарасий был избран патриархом за три года до Собора в 784 году И посвящен высший церковный сан непосредственно из светских чиновников В несколько дней пройдя все ступени дьякона, пресвитера и епископа Редкий случай в истории Сегодня нам, детям православной церкви, трудно представить обстановку дискуссий между иконопочитателями и иконоборцами Мы настолько привыкли к священной традиции иконопочитания И имеем столько примеров, когда Господь Бог отмечает особой своей милостью Некоторые чудотворные иконы, а за два тысячелетия таких чудотворных икон прославлено великое множество Что нам трудно понять, как можно вообще верить во Христа, воплощенного Сына Божия Верить в святость основанной им церкви и отрицать необходимость почитания святых икон В страшном сне православному человеку не могут присниться храмы, лишенные икон А значит, пустые и безблагодатные Нам уже не постигнуть, как можно молиться дома, не имея перед глазами святых образов У каждого православного есть свои семейные, родовые иконы Которые передаются из поколения в поколение От дедов к внукам на протяжении десятилетий и даже столетий Но сегодня мы должны вспомнить, что традиция иконопочитания закрепилась, утвердилась в православном мире Именно потому, что на Седьмом Вселенском Соборе были найдены точные и ясные слова Которые сняли все вопросы, разрешили все недоумения, связанные с почитанием икон Главный урок Вселенского Собора – нельзя быть православным верующим человеком И отвергать бесценный божественный дар святые иконы Строго говоря, Собор Вселенский тогда не сказал ничего нового Не изобрел новизны, но лишь подтвердил и выразил древнюю веру Церкви Веру первых исповедников Христа, которая была засвидетельствована еще в римских катакомбах Сохранявших настенные изображения молящейся Пресвятой Богородицы Веру сирийских христиан, бережно хранивших нерукотворный образ Иисуса Христа Отпечатавшийся на платье по-славянски у бруси Да, нужно признать, что в VII и VIII веках некоторые засомневались Имеем ли мы право изображать Христа Спасителя Ведь Церковь исповедует, что Иисус Христос – Бог А изобразить Бога, как указывал еще Ветхий Завет, невозможно Никогда никто из носителей богооткровенной религии В дохристианскую эпоху и не пытался изобразить божество Это нельзя сделать, божество не имеет вида Бог есть дух невидимый Он неописуем Причем не только в красках, он и словами неописуем Нет адекватных слов на человеческом языке Которыми можно было бы в точности передать божественные свойства Это так Но, тем не менее, древние пророки Ветхого Завета С помощью слов пытались рассказать нечто Людям о бестелесном Боге Делали это несовершенно, противоречиво, с трудом подбирая выражения Но рассказывали С пришествием в мир Иисуса Христа многое поменялось Невидимому Богу было угодно воплотиться во Иисусе Христе Христос – совершенный Бог и совершенный человек Уже в Древней Церкви перед верующими встал вопрос Позволительно ли изображать Иисуса Христа, Бога-человека Живописными средствами? В какой мере образы, иконы Господа Иисуса Христа Позволительны в Церкви? Отцы Вселенского Собора рассуждают следующим образом Когда искусный живописец изображает на картине простого человека Думает ли он изобразить бессмертную душу, которая заключена в человеке? Конечно же нет Чистый дух, душа неизобразимы Художник изображает, что видит, не разделяя тело и душу Он создает образ человека в целом На портрете перед нами не сам человек, а образ человека Но если образ хорошо выполнен, то мы, глядя на портрет, можем составить представление о самом человеке Причем как о его физических, так и о душевных качествах Благодаря портрету мы часто можем судить о красоте или безобразии его тела Но мы можем понять и некоторые черты его характера Свойства его души, его доброту или злобу Святую добродетель или гнусный порог Давно замечено, что свойства души отражаются и в теле человека Душа некоторым образом просвечивает сквозь тело Итак, существует первообраз, то есть сам человек И его образ, портрет, скульптура, фотография Точно так же и в случае с изображением Господа Иисуса Христа Перед нами на иконе не сам Христос, а лишь его образ Однако, оказывая почитание образу, мы своими мыслями и чувствами возносимся к первообразу Иное дело икона, а иное дело первообраз И свойств первообраза никогда никто из благоразумных людей не будет искать на иконе Так записано в определениях Вселенского Собора Если отвергать иконы, то нужно отвергать и тексты Священного Писания Ибо что такое Святое Евангелие? Это попытка рассказать о Бога, человеке, Иисусе Христе с помощью слов То, что образованный рассказчик делает при помощи слов Искусный художник делает при помощи красок В одном случае получается словесная икона, в другом живописная икона Бог воплотился во Христе, пришел к нам на землю для того, чтобы нас сделать способными с Ним общаться и Его чтить Иконы важны и очень нужны, потому что они побуждают нас чтить Бога Еще раз процитирую документ Седьмого Вселенского Собора Досточтимые иконы мы почитаем и с любовью принимаем и почтительно поклоняемся им А именно иконе великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа И непорочной владычицы нашей и Всесвятой Богородицы Иконам святых и бесплотных ангелов Изображением божественных и всеславных апостолов Богоглаголевых пророков, победоносных мучеников и праведных мужей Чтобы при помощи живописных изображений их Можно было приходить к воспоминанию и к памятованию о первообразах И соделаться причастниками некоего освящения Иконы воспитывают христиан Пробуждают веру и благочестие Зайдешь в иной старый деревенский храм и поражаешься На стенах перед нами в изображениях Последовательно проходит вся история человечества До христианской эпохи и новозаветное время Как это было нужно для людей, не обученных грамоте При отсутствии книг Отцы Седьмого Вселенского Собора специально оговариваются Иконы следует чтить Но им нельзя воздавать служение и поклонение такого Какое мы обращаем к единому только Богу Посредством святых икон церковь открывает нам глаза Приобщает нас к тайнам будущего века Где божественный свет и слава будут все собою наполнять Иконы имеют воспитательное значение Они призывают нас к подвигу, аскезы, самоотвержения К уподоблению святым подвижникам Изображения которых мы перед собою видим Величайшее нечестие и грех Отвергать прославленные Богом чудотворные иконописные изображения Дело благочестия и правды Прославлять и чтить святые иконы Которые заботливо сохраняет православная церковь Субтитры создавал DimaTorzok